История возникновения театра уходит в далекое прошлое. Этот вид искусства зародился в Древней Греции еще в V веке до н.э. Изначально в театре было всего два жанра – комедия и трагедия. Что сегодня представляет собой театральное искусство спустя тысячи лет после его зарождения? Смотрите в следующем материале выпуска. То и слышно. Вашего существа то, вашего существа все. Уходите от меня сейчас же. Но ты ведь принцесса. А чего в этом хорошего? А это ты во всем виновата. Придумала, жила-была принцесса вредная и капризная. А раз такое меня и сделала, и получи. Что ты делаешь? Ты перепутаешь все сказки. Ну и пусть. Так тебе и надо. Это выступление воспитанников детской школы искусств хутора Барониковского протокского сельского поселения. Вот уже на протяжении 25 лет школа открывает детям сказочную дверь в мир музыкального, театрального и изобразительного искусства. Этот интересный волшебный мир им помогают осваивать и изучать творческие, любящие свою профессию, педагоги. Так, поддержать своих учеников на отборочный тур краевого конкурса театральных коллективов «Золотой петушок» приехала Вера Люкова, преподаватель театрального искусства ДШИ Хутора Барониковского. В жюри оценивать будет актерское мастерство ребят. Они же это школа, поэтому мы будем оценивать и общее решение спектаклей, художественное решение спектаклей, актерское мастерство, то есть игру ребяток. Они все в разных классах учатся, поэтому их достижение. Хорошее выступление показали ребята 43-й школы. Сказка без подсказки. Так назывался спектакль, который юные таланты вынесли на суд жюри и зрителей. Это сказка о дружбе, о том, как важно доверять друг другу и помогать в сложной ситуации близким людям, рассказала Ира Белоусова, героиня спектакля. Готовились-то мы очень упорно, волнуемся все, очень страшно. И сегодня мы хотим так преподнести сказку. Наш спектакль называется «Сказка без подсказки». То есть он о том, что, в общем, как важно иметь друзей, как важно не быть капризной, важно быть доброй и общительной. Главное – оставить яркий след, чтобы вас запомнили, пусть даже мы не победим, но о нас будут говорить, что вот театр Брамс так-то сделал, так. В общем, яркий след главное. Дело даже не в победе, а о том, какое впечатление мы оставили. Пять театральных коллективов детских школ искусств показали свое творчество в протокском сельском поселении. Это был первый этап отборочного тура. Следующий, зональный, прошел в Красноармейском районе в детской школе искусств поселка Октябрьского. Самые талантливые ребята отправятся в горячий ключ на итоговый краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов детских школ искусств. Проведенный отборочный тур в очередной раз доказал, что в нашем районе есть неиссякаемый потенциал творческих сил. Учатся талантливые дети и работают увлеченные педагоги. Надежда Неткочева, Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».